Продолжение следует... 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 Проблемы кожи. Одной очень обширной причиной в том, что нет воды. Стареющий человек, у него остается из нужной 80-60%, но должно это быть по-другому. Мы бы не старели так быстро, и наша кожа была бы другой, если бы мы всю жизнь поддерживали бы правильный режим употребления хорошей чистой воды. Маленький ребенок не может существовать, если баланс его воды 75% из его физического физика должно быть наполнено водой. Если ребенок это теряет, значит начинаются болезни, начинается температура и все другое. Та методика, которой сейчас врачи говорят, что детские врачи, что детям не нужна вода до года, она не обоснована. Не обоснована физиологией и анатомией ребенка. Ребенок теряет. Мои дети не нуждались в эспирине, не нуждались в другом. Я всегда снимала температуру и знала, как это делать простой водой. А у меня ее просто никогда не было и нет больше. Температура у меня, я не знаю, что это такое, и у меня нет градусника. К нам пришла работать Алена с ангиной. Но первая встреча с новым началом, синусит, ангина, спрашивает, а нам идти на большой семинар, где градусник? Я говорю, извините, но у меня его нет. Мне он не нужен просто. Я помолилась, и мы начали водотерапию. Следующий день ангина ушла, проблема в горле ушла, и мы поехали. Ты была здорова? Более-менее. Правильно? Да, Алена сидя спала, она не могла глотать, все было больно. И казалось, что это ужасно, что мы просто не выйдем из Эстонии, семинар не состоится. 85% из головного мозга нашего, особенно должны это студенты, дети, учащиеся, люди духовного и умственного качества, которые много работают, должны пить воду. Должны постоянно держать этот баланс. Нейроны, клетки головного мозга, не могут передавать сигнал. Мы к этому еще придем. Сигнал на сигнал. Дендриды не работают. Аксон с аксоном это по структуре. А хвост нейрона. Они не могут соединиться, и наше мышление ослаблевает. Такие простые истины, в том числе и у детей. Давайте обследуем с вами. Вы смотрите на доску. Просто, если из зрительного фактора вам информация идет, она быстрее заложится в вашем разуме. Где вся вода находится? Если примерно 70 килограмм человек, то 40 килограмм из этого будет вода. 25 литров из всего количества внутри клеток. И если этот баланс будет снижен, вы потеряете в клетках воду, это значит, вы потеряете работу и правильный метаболизм клеток. Начинается заболевание. Особенно это опасно для мозговых клеток, клетков печени и других. Многие проблемы, в том числе и Паркинсона, это тоже обезвоживание клеток головного мозга. Второе. Около 12 литров находится снаружи клеток. Вот это циркулирующая жидкость. Завтра мы пойдем к заболеваниям сердечно-сосудистым. И это как бы начало, вы увидите ваши артерии, вы увидите ваши сосуды, вы увидите, насколько важно этот баланс и для них, чтобы он постоянно сохранялся. Циркулирующая жидкость, которая перемещается между клеток, она и дополняется водой, которую вы допиваете. И она должна быть структурирована правильно. Она вам поможет быть сильным, не уставать, упругим и поможет восстанавливаться очень быстро всем клеткам. Третье. Это 3 литра. Жидкости находятся в крови. Это плазма. При наличии 6 литров крови, половину ее составляют красные и белые кровеносные тельца. Они не могут работать, если не будет хорошего баланса жидкости. Кровь будет густая, и это значит, не будет информации перемещаться от клетки в клетку, и клетки будут голодать. Вторую половину жидкости, в которой находятся белки, сахар, минералы, все другие вещества, они не будут переноситься из клетки в клетки. И для организма это будет дополнительное затруднение. Для чего вообще необходима жидкость? Поэтому сказать мне в конце лекции или когда нам пациенты говорят, мне не вкусно, я не хочу, значит, вам вкусно болеть, значит, вам вкусно быть немощными, значит, вам вкусно быть в жажде. Люди даже не познают, что на самом деле живут в Сахаре, а не на Вазисе. Если вы будете допивать воду, вы найдете в себе такие силы, которые в действительности вас спали, вы их даже не знали. Посмотрите еще, что очень важно. Без влажности не может состояться перемещение кислорода между клетками крови в клетки легких. Значит, если мало влажности, легкие не могут работать. Влажность помогает кислороду переместиться в тело, то есть помогает нам дышать. Сам по себе кислород не делает это. К нам пришел мальчик от очень большого заплуждения медиков, когда ему сделали кислородную маску против бронхита и воспаления легких. Это, знаете, кончилось с чем? Он ослеп. Ослеп от этой маски, ослеп от этого прямого кислорода. Все должно быть балансировано. Мы не можем дышать кислородом только. Нам нужна влажность. Человек может задохнуться, не имея ее. Нам нужен влажный воздух для обмена кислорода. Поэтому наш санаторий находится вблизи моря, 800 метров. Там сосновый бор, ельник. И там очень хороший воздух. Он звенит. И когда к нам приходят респираторные заболевания, всякие дети со всякими и астмой и все другое, они очень много получают разрешения своих проблем как раз от этого воздуха. Дальше. Жидкость нужна для поддерживания и контроля температуры тела. Почему я не имею температуру тела? Потому что у меня всегда баланс стопроцентный. Я уже не знаю, что это такое. Не помню. Как себя чувствовать при температуре. Вода является стандартом сохранения тепла. Почему? Бог умен, мудр. Все, что створится на нашей маленькой планете, это также важно и для нашей системы. Она стандарт сохранения тепла, так как она может сохранять в одном кубическом сантиметре больше тепла, чем любые другие виды жидкостей. Поэтому 4,5 поверхности нашей планеты Земли под водой, чтобы мы не сгорели, чтобы мы могли дышать. Когда этот баланс будет нарушен природе, мы все задохнемся. Мы не сможем дышать. То это делает возможным поддержание равномерной температуры на Земле. Для сохранения нормальной температуры тела тоже нужна вода. При самом малейшем я... Мы дадим вам и совет по употреблению и такого простудного лекарства. Но самое первое средство – это сделать воду комнатной температуры. Но если хотите, немножко подогреть. И туда один целый лимон, сок лимона. Горло начинает болеть, что-то начинает шуршать. Моментально надо это начинать пить и употреблять. И вы очень скоро увидите, чем раньше, тем лучше, что дальше простудного заболевания ангины просто не последует. Я этот слайд всегда показываю людям и спрашиваю у них. А у нас в санатории, я говорю так. Вы видите, вода нужна... Зачем вода нужна для посуды? Чтобы ее вычистить. И я говорю людям, если вы не хотите пить, и вы говорите, что вода не нужна вашей системе, она точно так же, как этой посуде, нужна нашей системе. Завтра, милые пациенты, я ту же самую посуду дам вам на стол. Вы пить не хотите. Спрашиваю, кто не может норму пить? Говорю, пожалуйста. Из той же посуды будете 12 дней есть. Все, что съели, или вы лежите там, или делаете, что хотите. Но та же самая грязная посуда каждый день. И это показывает, нужна вам вода или нет. Внутри нас точно такой же процесс. Нам нужна вода. Для чего? Чтобы прочистить. Чтобы очистить наши внутренности, кишечник. Вода нужна для очищения тела. Не только снаружи, но и внутри. Если мы этого не будем делать, мы будем терпеть всякие воспаления, мы будем терпеть всякие процессы и заболевания нашего кишечника, которые нам совершенно не нужны. Никакие чаи, никакие таблетки не помогут. Надо начинать с элементарных принципов нашего тела. Часть воды идет в почки, где при помощи воды они фильтрируют ненужные организму остаточные вещества. А воду вы в почке не даете. А фильтрировать они должны. 2% крови идет туда. Что делать почкам? Кроме того, что они получают заболевание, потом уже хроническое, потому что воды не дают. Почки не могут работать. Плюс идет постоянно жир, плюс в связи с этим мы завтра все увидим. Закупоривание сосудов. К нам приходят люди, говорят, мы здоровы, мы пришли только посмотреть на вас. Ну, что мы такие за зоопарк? Посмотреть на нас. Мы делаем анализ под УЗИ. И смотрим. Человек, который говорит, что он обстоятельно здоровый, вот здесь, в главной сонной артерии, там щель на 2 волоска только. Просматриваем органы, смотрим на почки, и называю это старый башмак. И говорю Клаве, смотри, опять старый башмак нашли. Там не почки, там старые башмаки, печень расширена, сердце расширено. Нету той красоты, которую Бог для нас создал. Такие простые принципы, когда мы их уничтожаем с нашей жизни, создают нам проблемы, которые мы, можно сказать, очень неопытно потом стараемся вылечить. Дело это еще хуже. 2% идет из всей крови в почке. Почки кричат человеку, помоги мне, дай воды, пей воду. Очисти организм, помоги работать. Но воды нет, жир идет, и все остальное. И бедные почки. Человек получает хроническую недостаточность, получает камни в почках. К нам приходят пациенты, это борьба с этими камнями. Но 6 месяцев, 7 месяцев. Зависит от пациента, зависит от количества и качества почек. Но все можно решить вне хирургического вмешательства. Это простая вода. И простая лимонная вода. Но надо знать, и чистая. Тут опять играет роль структуры. Пример с ложкой. Мы здесь, я сегодня показывать не буду. Ты можешь следующий слайд, когда мы в ложку в огонь возложим, и всегда вы можете проверить эту серебряную ложку. Вы увидите, там будет черная такая грань. Это то, что химические вещества, они сгорают в кислороде. Точно так же и внутри нас. Вот это черное, это надо вымыть, это надо вычистить. Мы кушаем, мы питаемся. Этот процесс метаболизма постоянно внутри нас. Его надо очистить водой. Четвертая проблема. Жидкость необходима для регулирования давления. У нас была только на этой лекции одна учительница. Она из другого города приехала специально в Эстонию на один день. Она посмотрела, выслушала эту лекцию. Она не только выслушала. Конечно, она купила все кассеты. Но она внедрила это в жизнь. Через несколько недель она позвонила нам и сказала, проблема ее давления решилась. У нее нет больше давления. Жидкости мало, давление падает. Жидкости много. Это элементарно поднимается. Но жидкость должна быть достаточной. Жидкость должна быть в норме. Почему? Даже хирург во время операции должен постоянно следить. Вам не сделают ни одну операцию. Если уровень давления крови и если случается потеря крови, любой потери жидкости навсегда дополняется. Но мы также и не можем жить без правильного объема жидкости. Необходимо компенсировать ее, чтобы держать жидкость в норме. Но это не только важно при операции. Мы должны этот принцип внедрить в нашу реальную жизнь. Каждодневную жизнь это также важно, чтобы не попасть в руки хирурга. Давайте продумаем про кровообращение. Сердце делает для нас очень большую работу. Циркулирующая кровь начинает свой путь с сердца. Когда кровь из вен входит в правую часть сердца, половину сердца, тогда кровь качается в легкие. Это нетрудная работа и там она обогащается кислородом. И нет необходимости в большом давлении, нет большой работы. Но кровь, которая возвращается, возвращается вместе с кислородом из легких в левую сторону, в сторону и части сердца. И оттуда она уже выкачивается по всему телу. Для этого нужно очень хорошее давление, сила. Пройдя круг по телу, кровь через вены возвращается в правую часть сердца и весь этот процесс опять возобновляется. Посмотрите, какую работу для нас делает сердце. Но оно не может ее делать доброкачественно, если кровь густая, если мы не даем влажности, если мы не даем воды. За одну минуту весь процесс. Вы сидите здесь, а сердце работает и работает. Минуты идут и идут. И целый цикл постоянно. Посмотрите, как это восхитительно. Очень важно знать истину о внутриклеточной жидкости. Ее в нашем теле больше всего. Если мы теряем баланс внутриклеточной жидкости, мы теряем клетки, мы разрушаемся и мы теряем органы. Для этого опять нужна вода. Вода нужна для работы каждой клетки. Чем больше напряжения, чем больше вы занимаете гимнастикой утром или в горы пойдете, в ваши Уралы, тем больше вы теряете жидкости. И, ну, хотите на самую вершину забраться? Без воды никак. Кислород тут не поможет. Я хотела бы вам привести пример Хиллари. Во все ваши высоты и высоты здоровья без бутыли воды, без кружки воды, без постоянного употребления воды вы никогда не получите результат. Эдмонд Хиллари сейчас, он в этом году, его жизнь кончилась, но 53-м он альпинист новозеландский, первым покорил Эверест. И как он это сделал? Многие группы пытались взять эту вершину, но не смогли, потому что всегда брали с собой баллончики с кислородом, и никто не доходил до высоты. Почему? Потому что они не могли дышать, кислород один не помогает, там воздух редкий и нет влажности. Хиллари был гениален, он взял что с собой? Воду, а вот и стал чемпионом. Все? Во всем есть гениальная простота, во всем есть элементарное, чего мы просто не делаем, иногда даже знаем, но не делаем. Всегда истина проста. 12 стаканов он употребил, и эти стаканы дали ему силу взять эту вершину. Такая простая истина. Когда вы устаете, когда вы идете в поход, когда вы делаете себе упражнения, вам будет гораздо легче делать эти упражнения, если у вас будет рядом чистая вода, и вы наполните свою систему водой, вы не устанете. Пищеварение. Как сколько меньше было бы у нас и геморроев, и колитов, и гастритов, я не знаю, что еще всего, если бы мы соблюдали действительно правильный режим воды. Все пищеварение зависит от него. Давайте посмотрим, каковы количество, которые на самом деле каждый день наши органы нуждаются в пищеварении. Это очень большое количество. Пищеварение начинается с образования слюны, которая перемещивается с пищей. В один день необходимо производить один литр слюны. Один литр слюны, чтобы у вас было хорошее пищеварение. Люди приходят к нам и говорят, мы не можем есть, у нас нет слюны. Дай нам сок, дай нам воду, дай нам что-то, что запивать вместе с пищей. Но это не принцип нового начала. Если вы пьете правильно воду, у вас дополнение не надо, у вас будет слюна. Первое разлагание предметов пищи начинается здесь, во рту, со слюной. значит пища не обработанная энзимами идет уже в желудок. И в желудке опять нет энзима, опять нет желудочного сока. Пойдем дальше. Желудочного сока надо 2 литра создавать каждый день. А из чего? Потому пища попадает в желудок. Слюны нет, желудочного сока нет. Ну не странно это тогда, что начинаются болезни, что начинаются всякие процессы, что то, что мы влаживаем в себя, наша пища она не перемещается, метаболизма нет. И когда мы сделаем биопсию в вашем желудке, человек допивает, потому что не имеет правильный режим. Но наш желудок тупой. Понимаете? Вся наша система работает на сигнале. Если вы выпили стакан сока, стакан молока и я не знаю что, и тогда начинается обед или завтрак, забудьте, что у вас будет слюна, забудьте, что у вас будет желудочный сок. Потому что сигнал в желудке, что там уже все плавает, что во рту уже все время поставляется что-то. И наш организм очень оптимальный, он не будет вам делать энзимы. Слюны у вас нет, желудочного сока нет. А что же тогда расщемит вашу пищу? отсюда начинаются проблемы гастриты и так дальше, и так дальше, и так дальше. И у человека нет желудочного сока, и вы подвержены этим глупым рекламам, иди покупай из аптеки, что вам там? Мизин, форты, и что еще, да? Все-все искусственное. Иди дальше, иди дальше, по тропе смерти, не поворачивай, ни право, ни налево, мизин, форты поможет. Оно не поможет, потому что пища, так как мы сконструированы физиологически, должна расщемляться энзимами, а их у вас нет. Вы пьете тогда, когда не надо, а когда надо, не пьете. Такие простые элементарные вещи. желудочный сок 2 литра, забудьте, у вас его нет. Печень, она должна вам делать желчь. За один день 800 кубических сантиметров для щепления жиров. А люди нам приходят желчи, нет? Камни в желчи. Теперь идет самое новое новшество в хирургии. желчный пузырь вообще срезать, прооперировать. Зачем он нам? Потому что он весь в камнях. И так пришла к нам женщина, у которой все прооперировали. Но никогда не сказали в чем проблема. И у нее давление повысилось, потому что уже пути, которые остались. Жерж вырезали, печень половина вырезали, с почками одну вырезали, образ жизни остался тем же. Камни куда-то должны были забираться, жир куда-то должен был собираться, но он не расщеплялся, потому что не было этих органов. И она пришла к нам с давлением 290. Помогли эти операции, они создали эту систему. Новое начало гарантирует человеку, который действительно его делает, что все эти камни просто разосутся, правильно, да? Растворятся, растворятся, если и тут такая элементарная истина, одна из истин, это вода. Особенно лимонная вода, которую мы в нашем санатории учим людей, первые два стакана утром, желательно, чтобы была вода с лимонным соком. Один лимон, ну, сколько вы терпите там, не бойтесь, что это кисло, потому что это щелочная основа, это не кислота. И поэтому она ничего не сожжет у вас. Ну, один лимон зависит от лимона на литр или два. Я, когда чувствую, что мне надо ощущение, на эту бутылку один лимон делаю. Это зависит опять на пол-литра. Пол-лимона можно, ну, как, когда, как необходимость. Примерно вот в таких дозах. После этого пища проходит поджелудочную железу. Опять орган, который мы просто теряем от нашей глупости, от несостоятельности, что мы забыли про анатомию, физиологию, как мы созданы, и мы хотим все менять. она производит энзимы поджелудочной железы, мы знаем, что она делает на инсулин, но кроме того, она создает 1200 кубических сантиметров в день специальные энзимы, которые помогают там расщепить тоже жиры и пищу. Она реагирует с кислотами, помогая пищеварению. поджелудочную железу называют принцессой нашего организма. Она очень строптивая, очень нежная, очень красивая, как слоновая кость мемран, очень врачи боятся ее оперировать, она не очень поддается, но новому началу врач, медик получила все решения своей поджелудочной железы на нашем курсе. Дальше пища двигается в кишечник. Кишечник добавляет в нее 2 литра пищеварительных соков. Но как может кишечник делать пищеварительные соки, если ему есть нечего его делать? И начинается коррозия, начинается, можно сказать, точно как процесс ржавения, ржавщины. Кишечник несбалансирован, влаги нет, не из нечего делать пищеварительные соки, и начинаются язвы, воспаления, а потом уже рак. Когда пища попадает в прямую кишку, то из нее высасывается вся жидкость, которая возвращается с добавочными энзимами для следующего цикла. Вы должны это знать, что наша система все как бы вторично, оно ничего, оно очень экономично, и все старается вновь употребить. добавочными энзимами для следующего цикла. Но эти энзимы, составление их, вырабатывание их, зависит опять от вашего режима. Для следующего цикла это и есть новый комплект пищеварительных соков. Люди приходят, пищеварительных соков нет, а проблема такая простая. И даже если вы будете их глотать, вы как машины, слюну надо добавить, из аптека купить, для желудка из аптека купить бутыль, и для кишечника купить пищеварительные соки. Так мы уже как бы не существуем. Как хорошо живет аптека. Вывод. Я смотрела сегодня, у вас аптек на каждом углу, очень много. Нет, даже больше, чем на каждом углу, через дом. Да. Я нигде столько много не видела. Вывод. Для полного пищеварения в наш стиркулирует 7 литров жидкости в день. Чтобы это для трех разового питания. Это не то, что мы должны топить. Это то, что мы не должны потерять. гидрация. Пожалейте себя, полюбите себя. Это равновесие воды в теле, оно должно всегда быть. Если воды слишком мало, вот во внеклеточной среде, а если туда еще попадает вода из вашего водоема или грязной, неправильной структуры, начинается бедна. Замедляется движение обмена веществ между кровью и клетками. Испарение жидкости может происходить через капилляры, которые по своему составу являются порными. Зависит еще какая структура кожи, у кого капилляры очень открыты, у кого меньше. Человек, который теряет эту влагу, он должен это допивать и знать, что это надо нормировать. Из вне клеточной среды нужные питательные вещества, кислород, минералы, все, что нужно, двигаются в клетки. Но для того, чтобы это хорошо работало, нам нужна вода. Ненужные вещества клетка высвобождает в кровь, которая фильтрирует ее через почки. Видите, насколько красивый органичный процесс. И как мы сумели его как бы приостановить, как испортить своим незнанием. Примерно, я уже вам сказала, 2% из всей циркулирующей крови идет в почки. Это полстакана в минуту. И постоянно наша кровь очищается. Но бедные почки, когда они не могут это делать, когда мы им не помогаем. в день почки фильтрируют 170 литров крови. Посмотрите, какая громадная количество и система, сколько они работают. И примерно 169 всасывается обратно в кровообращение. Эту разницу почки должны получить опять обратно. И это нам надо соблюдать. Нам надо им помочь. Количество потерянной жидкости в день, если все взять вместе, примерно полтора литра, это моча. Задача почек держать равновесие количества жидкости в организме. Человеческий организм изменяет очень тонкую систему, которую, к сожалению, мы сумели опять нарушить. равновесие, правильное равновесие, количество жидкости, действующие при помощи натрия, то есть соли. Сейчас очень важный абзац. Мы все можем испортить, когда у нас чего-то слишком много или же слишком мало. давайте со мной вместе сейчас пройдем этот этап. Натрий поддерживает уровень воды между кровью и внеклеточной средой, значит, нам нужно какое-то количество соли, но почки должны поддерживать в организме правильный уровень натрия. Это как бы двойная система вспомогательная. если вы едите слишком много соли, то увеличивается количество жидкости в крови и повышается давление. Вот и все. К нам приходили люди, которые употребляют соли больше примерно. Симптоматика начинает уже с двух килограмм излищества соли. У вас будет статья какова норма соли. Не было еще ни одного пациента, который к нам бы приходил и у него было бы правильно это нормировано. Люди переедают соль. Жидкость увеличивается и что сразу увеличивается? Давление элементарно, моментально. Человек есть соль, жидкость останавливается, остается в нашем теле излишки, излишества. И дальше берутся еще таблетки, чтобы понизить. Это страшное, это страшное самоубийство. Это кончится инфарктом скорым или инсультом. излишки натрия выражаются в виде отеков в разных частях тела. Симптомы отечности появляются при излишке соли более двух килограмм. Но у нас был человек очень грузный, очень большой, с сердечным заболеванием он нам поступил. Но у него было излишко соли десять килограмм. Сердце еле выдерживало. Плюс все сердечные таблетки, которые он принимал, воды ни капли, а вся пища, все, что поедалось каждый день, была соленая, жирная и перенасыщенная матеми минералами, которые ему совсем не нужны. Этого человека очень вскоре просто бы ожидал разрыв сердца. И люди говорят, почему бы он умер. Не банально ли сказать из-за соли? Но никто не диагнозирует это. Никто вам не скажет. Начинается лечиться сердце и кончается все равно. Сердце просто не выдержит. Поэтому по этой причине появляются и другие симптомы. Шумы в легких. К нам приходят люди и говорят, у меня шумы в легких. Очень хорошо. Послушаем. Но надо причину найти. Вот у меня легкие, у меня респираторные заболевания, у меня легкие заболевания, надо лечить тем-то, тем-то. И такой список дают, чем они лечат их. Прослушаем эти шумы в легких всем диагнозом черточки. Сажаем на диету бессолевую сначала, специфическую. Шумы из легких скоро уходят. не живем ли мы в стране как красиво сказать. Да. Самый глупый это человек. А лечиться любит. Главное знал бы, что лечить и чем. Это прошу мы. Очень много этих диагнозов нам приходится просто вот такими простыми методами помогать людям. Увеличенная печень. Посмотрим на печень, сделаем анализ, посмотрим, успокаиваем пациента. Подожди, помирает он уже от печени. Такой не от печени помирает, от соли. Неправильной пищи, от неправильной дозировки, от неимения воды. спокойно день за днем, норма за норму, познание на познание, знание на знание. И вот женщина нам позвонила в Норвегию от радости, говорит, врач мой лечащий не поверил, печень моя работает. Конечно, она будет работать, если ей помочь. И, конечно, она не будет работать, потому что она не создана. Такие огромадные количества перерабатывать. Нагруженное чрезмерностью сердца вторая проблема. Очень много получили люди тоже такой простой. Человек пришел к нам после того, когда в него вложили где-то 20 литров глюкозы и так дальше. Сердце и так еле-еле работало, жидкости нельзя. Оно не в состоянии была эта жидкость. Она еле-еле работала. Нужна была диета, нужна была очень совершенно другой режим. А ни в коем случае нельзя было еще 20 литров туда. Да, такой жидкости. Очень многие люди умирают в больницах. Иногда от неправильной диагноза и неправильных употреблений. Необдуманных, можно сказать, методов. Видите, какие простые причины. Это причина, которая может привести к разрыву сердца, которая совершенно не нужна. Я которым очень жаль. Этот человек снял вес, сердце заработало. Правда, нужно было очень постоянный режим, хороший режим, большая помощь и время. Время, потому что такое загруженное сердце сразу не привезешь в норму. Оно должно очень постепенно идти обратно. Вывод, простой вывод, сделайте его со мной вместе сегодня. Причиной этих симптомов является чрезмерное количество соли. Но не банально ли? Натрия и недостаточное количество жидкости. Вот и все. Вот и все. Соль надо снять, жидкость надо. Надо опять возвратить человека к жизни, дать ему воду, сбалансировать соль. Сколько воды нам нужно пить? Мы придем к самому важному. Если вы пьете воду правильно, она никогда не ляжет в ваши суставы или клетки, никогда не будут опухать ноги. Поймите это правильно. Если это так, значит вы соль слишком много и неправильное время. Вода, которую вы пьете, когда ваш желудок пуст, она проходит как, просто проходит вас и выйдет из вас. Жидкость, я немножко только это дописала, чтобы вам сейчас все было цельное обзор. Жидкость 60-70% из нашего веса. Я действительно смеялась, мне привезли одни молодые, которые хотели быстро вес снять. Быстро снять вес, это значит быстро пойти по миру. Мы посмотрели эту диету, одно яйцо утром, второе на обед, третье вечером, так целую неделю, и мы с физиологами действительно смеялись, сказали, хорошо, что 7 дней, потому что на 8-й день уже пришло бы обезвоживание организма и быстрая смерть. Потом обезвоживание организма и получение за как бы из-за этого, что жидкость, которая нам необходимо выводится из организма, поэтому очень пагубны эти таблетки, которые снижают, выводят. Это надо делать совсем другими методами. мы еще к этому придем, то я надеюсь, что вы следуете этим мыслям, что вы просто как бы получаете взаимопонимание. Человек может находиться вне еды целую неделю и терять половину своих белков, это ничего не значит, но не могут терять жидкость. 10% вы потеряете, вы будете утомленные, поэтому люди высокое давление, сердце бьет, почки не работают. Я завтра вам все это расскажу. Для меня это больно это говорить и больно, когда я вижу, что люди с этим. Люди приходят, жить не могу, силы нет, еще последнее выводится из организма, но никогда не вылечивается так давление, потому что причина в другом. Вода находится и выходит из нашего организма, вы должны проследить вашу жизнь с мочой, при дыхании, под отделением, с поражениями, и поэтому эта вода, которая выходит из нас, должна быть возвращена, скажем так правильно. Количество таких потерь в среднем от полтора литра до два с половиной литра, это очень индивидуально. Человек, который не двигается много, не теряет, видите, я без воды вообще не могу. Я так люблю ее. Она такая вкусная. Примерно в сутки золотое правило запишите, запомните и делайте. Один стакан чистой воды на 10 килограмм веса человека в день на пустой желудок, но средний человек 8 стаканов, значит, один стакан на 10 килограмм веса. Воду можно перенимать все время, но прекращать пить за полчаса до еды и обязательно сходить в туалет. Если вы последнюю кружку выпили и вы через полчаса будете принимать обед, ужин, что там либо, постарайтесь эту воду выпустить. Начинать пить после окончания пищеварения. Когда вы пообедали, поужинали, позавтракали, то период когда вы можете начинать пить воду должен быть от 2 до 3 часов. Когда на желудке там вообще немножко молекулы, немножко там вообще все время что-то, но самый большой процесс уже ушел примерно через 2-3 часа, 2-3 часа, опять индивидуально, у кого быстрее, у кого больше, дольше. Это в среднем так. Утром я начинаю с 2-х стаканов, ой, нет, ну да, больше, первую бутылку я сразу выпиваю, как глаза открываю, и не могу без этого. и тогда движение, все остальное. Очень важен еще один фактор. Люди любят на ночь пить. Целый день гуляют, идут в офисы, делают что-то и начинают пить ночью. Этого делать нельзя. Ваши почки должны отдыхать. Вообще нежелательно после ужина уже было бы хорошо, чтобы норма ваша дневная была бы уже в вас выпита. Или же кончить, надо пить воду примерно 2 часа до сна. иначе вы будете все время в туалет бегать и вы не сможете просто уснуть. Это очень важно. Многие этим ошибаются и создается такая нервозность. Правильное употребление воды необходимо для создания правильного количества слюны. Очень скоро у вас появится слюна. Желудочный сок будет и врач будет очень удивлен, откуда он вдруг появился. Не надо бутыли глотать больше сока этого. Желчь будет в норме. Даже для клоричества крови, для восстановления правильного процесса пищеварения оно будет у вас легким. От момента попадания пищи в рот и до вывода поражений у вас не будет запоров. И никаких слабительных не надо больше брать. Вы забудете, что это такое. Если вы пьете достаточно, как это проконтролировать, что вашему индивидуальному организму эта доза достаточно? Ваша моча должна быть светлой один раз хотя бы в день. Если она темная, то это признак того, что вы мало употребляете воды. Или вообще жидкости. Это не чай, это не соки. и ничто другое, а только воды. Единственная вода, это вода, которая с лимонным соком, она не заставляет наше пищеварение работать. Поэтому дозволяется употребление лимона. И ничего другого. Это никогда не остается в вашей системе и очистит ее самым наилучшим образом. и так можно сердце поправить, давление поправить, почки восстановить, желчь спасти, желчный пузырь, ваши ноги и суставы тоже. Я очень прошу, чтобы вы приобретали все эти, что вы будете материалы получать. Это вам необходимо, это золото. Это золото про воду мы тоже немножко дадим, про кофеин, про шоколад, про соль, про сахар. Мы просто не успеем все здесь охватить, понимаете? А для вас это будет целое вспомогательное. Тут очень много интересного и хорошего. Поэтому вы ни откуда эта громадная работа сделана. Редактор субтитров . Продолжение следует...